И всем привет, ребята, я вас друзья, сегодня записываю новый ролик, сегодняшнийthrough ролик посвящён разговорной тематике, сегодня вместе с вами мы обсудим новый челлендж, который у нас появился в игре, первый февральский челлендж, поздравляю всех с началом февраля, если с этим можно поздравить, и сегодня мы обсудим то, что можно было бы обсудить уже вчера в анонсе челленджа, но к сожалению у меня не было такой возможности, поэтому мы записываем этот видеоролик сегодня уже в момент старта нового челленджа, в котором я постараюсь рассказать все, что я думаю по поводу него, стоит ли покупать вообще боевой пропуск, ну и насколько актуален этот челлендж в рамках даже моего бездонат аккаунта, я не говорю про основной аккаунт вовсе. В целом, что у нас здесь есть? У нас есть все те же самые 60 уровней с повышенными контейнерами, то есть в сумме за челлендж вы сможете заработать 80 обычных кантов. Ну а что касаемо устройств и интересных плюшек, то здесь все состоит таким образом, что у нас есть в 15 уровне две краски, тропическая и ну какое-то там сияние, если я не ошибаюсь, вроде она как-то так называется, у меня просто тут английская раскладка стоит, и я ну особо сильно там не шарю, что там за название краски, ну в целом, в принципе, краска есть краска. Дальше у нас заморозка на васпа и оглушение на васпа, вулкан с поджогом и вулкан с прорезичкой, ну и как всегда, уже дефолтные скины без никаких новых скинов, это вулкан прайм. В целом, когда я увидел вчера этот челлендж, я для себя понял, что, наверное, это худший челлендж, который был пока что из тех, которые у нас стартовали в как раз-таки новом году, в 2023, а это уже, я напоминаю, третий челлендж. Здесь, что касаемо именно устройств на пушке, это пушка, которая, ну, наверное, на сегодняшний день особо не актуальна в матчмейкинге, ну и в принципе сама прорезийка, ну, наверное, не суперсильно, если интересно, то я постараюсь записать это устройство на второй канал, если кто еще вдруг не подписан, в описании ссылочка на второй канал есть, подписывайтесь. Ну, а так, даже на моем бездонат аккаунте здесь все есть, да, то есть если бы я бы покупал бы челлендж исключительно из мыслей о том, что мне надо получить из этого челленджа лишь... устройство и больше ничего, то я бы на такие челленджи вообще бы не обращал бы свое внимание, да. Но уже на протяжении, получается, долгого периода времени, я уже не говорю даже про основной аккаунт, я говорю именно сейчас про бездоната, потому что на основе я беру каждый челлендж вне зависимости от того, что там есть, но и даже на бездонате за последнее время я начал покупать все челленджи без перебойно, потому что в них начали давать большое количество контейнеров, и как вы знаете, относительно... Недавно я открывал контейнер, у меня их накопилось практически там 500 штук, и я сумел заформить с них вот это вот замечательное количество кристаллов, где-то около миллиона кри, да, то есть это очень хорошая формилка, да, это очень хороший буст, и, наверное, на сегодняшний день те устройства, которые впихиваются, они, ну, абсолютно становятся неактуальными, да, то есть весь акцент в челлендже на сегодняшний день идет исключительно на то, чтобы получить из этого челленджа как можно больше контов, а дальше уже из этих контейнеров взять и выбить те предметы, которые вы, в принципе, сами хотите видеть на своем аккаунте. Например, в моем случае, да, то есть я, например, хочу устройство на бездонате на страйкер, да, восьмерочку, то есть мне надо контейнеры как можно больше, чтобы выбить это замечательное устройство, там, или, например, с легендарного свечения я хочу там выбить какое-нибудь устройство там на условную там рельсу, да, жигу, да, и я, короче, буду вот пытаться зарабатывать как можно больше этих контов, чтобы как раз-таки все это дело формить и потихонечку-потихонечку выбивать. Поэтому с точки зрения именно актуальности челленджа, то уже, ну, наверное, наверное, уже... Все, что должно было быть в нем на протяжении столь долгого периода времени, да, и интереса, оно все угасает. И акцент остается лишь только на том, чтобы с этого челленджа получать как раз-таки контейнеры, получать расходку и получать кристаллы. Да, если вы покупаете именно ради этого, то на сегодняшний день эти челленджи даже очень выгодная вещь, потому что я, как уже сказал, за счет челленджей, за счет челленджей по большей части сумел себе прибавить большое количество контейнеров на бездонат аккаунт и за счет этого уже выбить хорошее количество кристаллов, да, на прокачке, на покупке всяких предметов, да, и, понятное дело, также у меня там были проблемы с ддшками, открыл эти контейнеры, ддшки появились. То есть я уже и эту проблему тоже для этого аккаунта решил. Но устройство это провальная вещь, и уже на протяжении долгого периода времени здесь не появляются какие-то интересные устройства, и я очень-очень сильно надеюсь на то, что в ближайшем будущем сюда будут добавлять не те устройства, которые есть у 95-99% игроков, а сюда будут добавлять устройства, которые, например, были в аркаде, да, которые никто еще не видел, которые, может быть, вообще, в принципе, новые, да, потому что когда-то челлендж и был уникален тем, что сюда добавляли те предметы, которых нельзя было достать нигде в другом месте, да, и в моем понимании именно таким и должен быть челлендж. Вне зависимости от того, я покупаю дефолтные челленджи или не покупаю дефолтные челленджи, да, в нем должна быть уникальность, да, а когда эта уникальность пропадает, я все понимаю, конечно, что эти челленджи и так уже 40 тысяч лет в нашей игре, да, и здесь можно говорить миллионы фраз о том, что они уже давным-давно устарели, но сделав в этих челленджах вот вместо вот такой вот линейки из тех устройств, которые, во-первых, неактуальны, во-вторых, они есть у всех, да, добавив сюда хотя бы новые, но не суперсильные устройства, этот бы челлендж уже бы стал бы в тысяча, а то и в две тысячи раз интересней, да, добавив сюда там условного грома с лечением, там, я не знаю, там, скорпион с пульсаром, который все равно не актуален, да, но добавив его сюда, он уже бы стал бы реально интересен, этот челлендж, да, и намного большее количество купило бы боевой пропуск и были бы заинтересованы как раз-таки в нем, в моем понимании. Поэтому я надеюсь на то, что в этом году, да, у нас перестанут добавлять дефолт, абсолютный дефолт в ультраконты, ой, в ультраконты говорю, в челленджи и начнут добавлять те предметы, которых либо не было вообще нигде, либо были, но были в очень маленьком доступе, например, как с нашей аркады, да, и тогда я буду записывать видосы по челленджам совсем с другой ноткой и совсем с другим интересиком. Ну, а вы пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного челленджа, покупаете ли вы вообще боевые пропуска, забираете ли вы формилку с этих кантов, либо же вы делаете акцент исключительно на устройстве, если устройства плохие, то не покупаете их, либо покупаете их там ради скина, например, у меня вот, например, здесь на бездонат аккаунте нет скина вулкан прайма, но в целом для меня эти скины как бы, ну, не решают многое, да, то есть я и не ради скина буду покупать этот челлендж, я покупаю только ради того, чтобы получить как можно больше крисов и получить как можно больше контейнеров, ну и, конечно, ддшечки, ддшечки, сейчас с ддшечками есть определенные проблемы. Ну, а вы напишите, что вы думаете по этому всему поводу, обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось, если согласны с моей точкой зрения и то, что ждете чего-то нового уже от этих челленджей, также не забывайте, конечно же, подписываться на этот канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики и не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 300 тысяч танкоинов в описании. Информация по этому поводу также имеется здесь в аккаунтике, устанавливайте мой личный текст создателя контента, текстимпе и участвуйте в розыгрыше. Вся инфа в описании, перешли, заполнили форму и участвуете. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.